В этом выпуске обсудили итоги прошедших выходных. Рафаэль Эспиноса отбоксировал против Серхио Чарина в бою за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO. Команды Сауля Альвареса и Уильяма Скуля пришли к соглашению. Обозначили главные чемпионские поединки этого уикенда. Ламонт Роуч, Фергал Макрори в США 28 июня, а также Теофима Лопес, Стив Клагетт и Хуан Франсиско Эстрада Джесси Родригес в США 29 июня. Это программа на ринге, где мы традиционно обсуждаем итоги прошедших выходных, комментируем самые актуальные новости недели, а также обозначаем главные поединки этого уикенда. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и начнем, конечно же, с того, что случилось в прошедшие выходные в США, конечно же. Там состоялся единственный на прошлой неделе чемпионский поединок. Весовая категория до 57 килограммов 200 граммов. На кону стоял пояс по версии WBO чемпионский, и два мексиканца выясняли отношения в ринге. Случилось все это, конечно же, в США, в Лас-Вегасе, но не в МГМ Гранд, а в местечке поскромнее. И очень высокий, метр 85, сильный, мощный Арафаэль Эспиноса отстоял свой пояс WBO, нокаутировав в четвертом раунде своего соотечественника Серхио Черина. Ну, в принципе, и предполагалось, что так и будет, потому что уровень оказался достаточно серьезным, пропасть в уровне оказалась серьезной. Как ты помнишь, коллега, там первый, там начальный раунд уже... Да, вообще, в первом раунде нокдаун был, очень хорошо Эспиноса отработал этим левым апперкотом навстречу, если не смотрели, посмотрите этот эпизод как минимум обязательно, потому что с дальней руки бросал Серхио Санчо с правой рукой, а рискнул Эспиноса, причем в первом раунде выбросил левый такой апперкот, коротко попал по бороде. Надо отдать должное, Серхио хотел драться, он каждый раз поднимался, правда, в третьем раунде он еще раз побывал в нокдауне, ну, а в четвертом уже началось фирменное избиение, там передней рукой заталкивал в угол Эспиноса и начинал разбивать своего соперника, очень много апперкотов и справа залетало, и по корпусу, и рефери, в принципе, справедливо остановил бой. Да, совершенно верно, Рафаэль Эспиноса защитил свой пояс и, в принципе, готов конкурировать с другими чемпионами. Сказал, что готов дать реванш экс-чемпиону Робейси Рамиросу. Для этого Робейси Рамиросу нужно выиграть на следующей неделе. Да, у него, кстати, на следующей неделе бой. Но об этом чуть позже. Еще одно событие состоялось уже в России, в Екатеринбурге, прошел такой не супер грандиозный, но при этом хороший, такой крепкий, добротный вечер бокса. И здесь у нас главные, соглавные события. В главном событии Денис Савицкий подтвердил свое РНМ Панчера, нокаутировал в пятом раунде Артура Зиединова. В шестом, в шестом, чистым нокаутом. Конечно, чистым нокаутом, очень такой зрелищный нокаут. В принципе, по ходу боя он выигрывал. Да и напопадал кучу ударов, он постоянно доминировал. Он как с первого раунда взял инициативу в свои руки, так, в принципе, и практически не отдавал. Мне казалось, что и Зиединов иногда хотел где-то ее перехватить. Не получалось. Денис Савицкий такими плотными, жесткими атаками сразу перерубал его и все ввел в свою пользу. Да, 10 побед теперь, 7 из них нокаутом у Дениса Савицкого, у Артура Зиединова при 15 победах, 12 досрочных, третье поражение в карьере и первое поражение досрочное. Ну и еще один поединок мы, конечно же, сейчас обсудим. Это бой Бахадора Усмонова против Дауда Алаева. Два небитых спортсмена, 7 побед, 3 нокаутом, 0 поражение, 0 ничьих. Рекорд Усмонова перед поединком, 9 побед, 5 нокаутом, 0 поражение, 0 ничьих. Рекорд Дауда Алаева перед поединком. Все произошло в рамках легкого веса, до 61 килограмма 200 граммов. И здесь Бахадор Усмонов, ну, откровенно просто перестрелял, перехитрил, перебоксировал своего соперника. Действительно, да. Хотя противостояние получилось достаточно таким интересным, зрелищным. Дауд Алаев, надо отдать ему должное на протяжении всего боя. Старался навязать рубку, где-то пытался меняться, но ничего не дал сделать Бахадор Усмонов. Очень быстро действовал он, как передней рукой, так и техническое наслаивание одной атаки на другую. Он показывал великолепную такую технику движения на ногах. В общем, расстрелял, не дал шансов своему сопернику ни одного, но и одерживает восьмую победу в карьере. Да. Кстати, сейчас Бахадор Усмонов сказал, что на некоторое время остановится с профессиональной карьерой, так как у него есть путевка и за сборную Таджикистана, он планирует посетить Олимпиаду. Потому что он отобрался с чемпионата мира в Ташкенте по боксу и готов посетить сейчас Олимпиаду для того, чтобы завоевать какую-то медаль, лучше, конечно, золотую, для родного Таджикистана. Ну что ж, удачи Бахадору Усмонову, а мы переходим к актуальным новостям недели. Ну и у нас тут два мюсмейкера. Начнем, конечно же, с человека, который практически постоянно фигурирует в наших программах, так или иначе. Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе, по абсолютной вроде как еще. Ну и здесь такая история, что он должен был драться с Уильямом Скулем, претендентом по версии Айбей. Ну, по крайней мере, не то, что должен, ему назначили официального претендента. Сам Сауль Альварес как бы говорил, что не очень хочет этого боя, так как вроде и не сильно известный его соперник, и 22 боя всего у него на счету, ноль поражений, ноль ничьих. Да, но при этом обязательный претендент по АБФ. А АБФ достаточно строгая организация, которая, в принципе, редко идет на какие-то компромиссы, уступки. Если не хочешь биться за пояс, пояс освобождай. Да, ну, насколько я понимаю, насколько известно, что команды Уильяма Скуля и Канело Альвареса пришли к соглашению. То есть, они договорились, чтобы не выставлять этот поединок на промоутерские торги, чтобы кто-то там, что там, третья сторона не перекупила организацию боя. Они каким-то образом договорились. Пока непонятно, договорились они о том, что состоится бой, либо будут заплаченные Скуль какие-то отступные. Да, ну, вот так вот было озвучено, что команда Кубинца заявили, что мы рады, что мы достигли соглашения. Пока мы ничего анонсировать не будем, так как команда Канело должны первые опубликовать соответствующую информацию в ближайшее подходящее для них время. Вот такой вот обтекающий ответ. Интрига, так скажем, сохраняется. Будет ли бой, либо будут заплачены отступные, либо будет перенесен. Но в любом случае, Сауль Альварес пока остается абсолютным чемпионом. Все пояса у него на руках. Да, так оно и есть. Ну и Райан Гарсия, еще один сеньор, мистер, который не дает повода заскучать и не дает повода забыть о себе никогда. В этих лентах постоянно мелькает этот парень. Ну и тут, в общем, не было бы, как говорится, пришла беда, открывай ворота, так скажем, да, что беда одна не приходит. Во-первых, был аннулирован результат поединка с Дэвином Хэйни. Ну, потому что в двух пробах Райана Гарсия был найден запрещенный препарат, причем там даже, по-моему, в одной пробе один, в следующий другой. Тяжело сказать, да. Сам Райан Гарсия говорил, что готов сдать волосы, ногти там и на все остальное, тоже на более тщательное такое углубленное обследование, но пока поэтому нет никакой информации. Он был оштрафован на весь гонорар в бою с Хэйни, а это 1 миллион 100 тысяч на секундочку. Ну, американских, конечно же, рублей. Долларов, да. Ну и плюс его дисквалифицировали на год, то есть он не имеет права проводить профессиональные поединки по боксу. Еще 10 тысяч штраф заплатил. Вот так, это такой максимальный штраф в этом штате. Да, а Дэвин Хэйни, соответственно, его нолик вернулся обратно. Сам Райан Гарсия заявил, что будет заканчивать с боксом, что здесь все очень коррумпировано и все очень предвзято. А то он не знал. А сам он готов начать карьеру либо где-то в другом спорте, возможно, либо он станет киноактером и будет сниматься. Кстати, недавно он провел матч в покер с Неймаром и не кем-нибудь, а Джимми Баттлером. Ну вот так вот. Ну, в принципе, я думаю, что с внешностью Райана Гарсии карьера киноактера ему вполне себе подойдет. Ну, посмотрим. Я думаю, что пройдет год, и Райан Гарсия где-то заскучает по боксу и все равно вернется. О, коллега, год в большом профессиональном боксе это слишком большой, простой. Не потеряет ли он лучшие свои годы? Об этом знает только сам Райан Гарсия. Вот так вот. Переходим к тому, что у нас будет на этой неделе. У нас три чемпионских поединка. Все они пройдут в Соединенных Штатах Америки. И начнем мы с боя, который состоится в городе Уашингтон, столице, соответственно, США. Здесь Ламонт Роуч, американский боксер, сразится с ирландцем Фергалом МакКрори. А на кону будет стоять пояс по версии WBA в первом легком весе, он же суперполулегкий. Весовая категория до 59 килограммов. У Ламонта Роуча, я так понимаю, что это первая защита пояса. Пояс регулярного чемпиона WBA, соответственно. Ну и Фергал МакКрори, небитый ирландский претендент. Прямо скажем, боксер малоизвестный даже для таких хардкорных любителей бокса. Ну, Ламонт Роуч, я в принципе помню, плюс-минус такой суперзвезд с неба не хватал. Но, тем не менее, чемпион сейчас и у него есть шанс. Крепкий парень, да, 26 поединков. Один раз его проигрывал судейским решением. Кстати, давным-давно, в 2018 году, одна ничья. Сейчас идет на великолепнейшей такой длинной победной серии. Поэтому, в принципе, не сильно старый, не сильно молодой. 28 лет, почему бы нет? Да, да, так оно и есть. Ну, и это будет все в пятницу, 28 июня. А 29 июня в двух разных местах нас ждут еще два чемпионских поединка. В городе Феникс, штат Аризона, сразятся малыши, но очень боевые малыши. И один из этих малышей прям суперизвестный. Это, конечно же, поединок мексиканца Хуана Франсиско Эстрады и американца Джесси Бам-Бам Родригеса. На кону пояс WBC по версии WBC в категории до 52 килограммов 200 граммов. Это у нас первый легчайший вес. И здесь очень интересно, потому что выходит после паузы в карьере Хуан Франсиско Эстрада свой предыдущий поединок. Он провел, по-моему, год назад или даже два года назад. Тогда он сражался с Романом Гонсалесом. Его такое знамятое противостояние, насколько я помню. Ну и Джесси Родригес поднимается. Он чемпионил в 58 КГ. Там даже два пояса у него чемпионских было в наличии. Но вот он решил подняться на категорию выше. Молодой проспект, как обычно. Чемпион. Чемпион. Сразиться с таким уже опытнейшим бойцом. Да, и здесь очень интересно на самом деле, насколько Хуан Франсиско Эстрада еще мотивирован. Как вот эта пауза в карьере на нем сказалась. Потому что Джесси Родригес, парень, для которого авторитетов нет, он всегда очень так боксирует дерзко по-хорошему, уверенно. И пока что не было у него проблем. Ну и в этой весовой категории, да, поединок двух мексиканских бойцов само по себе подразумевает, ну, такую рубку, сражение, войну в ринге. Ну да, Родригес американец, но корни у него, конечно же, мексиканские. Мексиканские. Тут, вне всяких сомнений. Ну и из Феникса мы переносимся на побережье. Майами? Да, Атлантическое побережье США, юг, штат Флорида, город Майами-Бич. И здесь у нас Теофима Лопес. Да-да-да, тот самый Теофима Лопес, который сейчас чемпионит в весовой категории 63,5 кг. Первый полусредний, он же суперлегкий вес. И Теофима Лопес будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии WBO против канадца Стива Клагетта. Здесь, конечно же, Лопес сторона А. Но Стив Клагетт, это такой парень, не подарок. Да, и несмотря на то, что у него 7 целых поражений в карьере, всего раз он проигрывал досрочно. И все эти поражения были у него давным-давно. То есть, с 2021 года он вышел на прекраснейшую серию победных поединков. Большая часть из которых досрочный. Идет на ходу. В 2023 году провел 4 поединка. И есть у него уже один бой в 2024. Да, и нужно отметить 38 побед. Очень опытный. Опытный, да. За 30 лет ему. 35. Но еще для этого веса, я считаю, 35 еще не критично. Может такой, как говорится, закатить хорошую параферку Теофима Лопесу. А Теофима Лопес, мне кажется, тот боец, который иногда может встать, как говорится, не с той ноги, как это у него было в бою против Камбососа. Психически нестабильный. Да, психически не очень стабильный боксер. И может где-то он дать осечку. Ну, здесь, наверное, все-таки Лопес должен быть замотивирован. Потому что в случае победы там уже маячат, наверное, на горизонте объединительные поединки. А Лопес, честолюбив и амбициозен. Но плюс объединительные поединки, они и оплачиваются, как другие уже поединки. Другой гонорар гораздо выше. Поэтому для Теофима очень важно не проворонить ситуацию, так скажем. Тем более сейчас у него, скажем так, такой возраст. Он только, наверное, подходит в своей пиковой форме. Ему 26 лет. Наверное, он еще и психологически станет, должен стать посильнее. Да, поэтому очень такой важный для Теофима Лопеса бой. Учитывая стиль Стива Клагета, бой будет не самым простым для Тео. Потому что Клагет, он такой, он всегда вгрызается. Так он и ударить может, коллега. У него 38 победных боев, 26 из которых нокаутами. То есть он две трети своих поединков одерживал победы досрочные. Так что вот так. Прочные, как мы уже говорили, две ничьих. И из семи поражений только одно досрочное давным-давным-давно. Да. Поэтому Теофима Лопес, Стив Клагет, это будет очень интересно. Я думаю, что даже какая-то интрига сохранится. Ну и, соответственно, я думаю, что даже на нашем канале, если все будет хорошо, появится обзор на этот бой. На нашем YouTube-канале не пропустите. Ну что ж, вот такие у нас выходные. Будет что посмотреть. Поэтому традиционно берегите себя, любите бокс. Увидимся на следующей неделе. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова